Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня поговорим с вами о борьбе с такой опасной напастью в защищенном грунте, да и в открытом тоже, как белокрылка. Тепличная белокрылка. Очень неприятная штука, которая может завестись у вас. Почему? Потому что она может прийти к вам с посадочным материалом, с грунтом. Она чаще всего не перезимовывает там, где есть морозные зимы. Однако же вместе с какими-то вот такими рассадами и так далее может к вам попасть в теплицу. Дело в том, что белокрылка современная очень устойчива к различным химически синтезированным пестицитам, даже к фосфорганическим. Это связано с тем, что ее так много и часто травят во всех странах мира, что она просто адаптировалась, поэтому победить ее очень непросто. В защищенном грунте есть один агрономический секрет, как можно сдерживать развитие белокрылки. Не то, чтобы вы с помощью этого метода полностью избавились от белокрылки, однако же можно сдерживать ее развитие. Кроме того, еще есть один плюс от этого способа. Вы очень быстро и рано обнаружите белокрылку, гораздо раньше, если вы не использовали бы этот способ. Эта агрономическая хитрость заключается в посадке в теплице растения агератума. Дело в том, что агератум является таким аттрактивным маячковым растением для белокрылки. Белокрылка летит туда, ну просто как напирная на этот агератум, и она в первую очередь заселяет агератум. Поэтому вы сразу ее там обнаружите еще до того, как она нападет на ваши томаты, и вы сможете томаты, огурцы и прочие овощи в защищенном грунте обработать предварительно различными более или менее опасными веществами, но теми же авермиктинами, например. С другой стороны, интересно, что агератум содержит в своем составе вещества, соки, которые стерилизуют белокрылку. Она не может дальше размножаться. Поэтому численность белокрылки будет падать, даже если она там где-то на чем-то еще размножилась и на этот агератум напало прилетело. Именно этим обуславливается защищающее действие агератума в защищенном грунте, в теплице. Сколько надо посадить агератума? Ну, по канону должно быть не менее чем 0,1% от числа высаженных растений. Ну, по опыту я вам скажу, что по крайней мере на каждые 10 квадратных метров теплицы нужно высадить хотя бы одно растение агератума. Тогда этот метод будет наиболее эффективен. Травить белокрылку на агератуме не надо. Но остальные растения обрабатывать авермиктинами, там какими-то отпугивающими средствами. А еще я поделюсь с вами одним замечательным, абсолютно природным рецептом для избавления от белокрылки. Еще один секрет и хитрость. Дело в том... Что же он крутит в руках? Это же не агератум. Да, правильно, это галинзога, американка. Дело в том, что вот этот сорняк, кроме того, что он гадкий и очень много семян дает, расселяется, с ним тяжело бороться, У него есть еще один плюсик. Он является очень близким родственником агератума и обладает точно такими же свойствами. Свойствами маячка, который показывает в первую очередь, что тут завелась белокрылка. И второе, он также выполняет вот эти стерилизующие на белокрылку, вот эту стерилизующую функцию, вот это негативное влияние на белокрылку. Оставьте несколько растений, галинзоги у себя в теплице. Кроме того, она в состоянии отпугнуть и медведку. Конечно, не при супермассовом распространении, но в достаточной степени, чтобы говорить о снижении порога вредоносности этого опасного почвенного вредителя. Чтобы эта американка не рассевалась у вас по вашему огороду при использовании этого метода, просто обрывайте листочки, обстригайте ее и обязательно собирайте все это и выбрасывайте вон, потому что цветочки галинзоги имеют свойство дозариваться, даже будучи отрезанным от материнского растения. Если вы будете использовать эти наши рекомендации, а вы быстро обнаружите белокрылку, б предприните раннее действие для ее предупреждения и уничтожения на культурных растениях, и вы предприните меры для снижения популяции белокрылки с тем, чтобы она не распространялась дальше и не превысила пороги экономической вредоносности. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что этот способ будет вам полезен. В любом случае, вреда от него не будет, лишь красота в теплице. Ну, за исключением, конечно, галинзоги. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok